Хайо, друзья! Всем огромный привет! И я сегодня нахожусь в игре под названием Total Tank Simulator, демо 5. Да, ребят, наконец-то здесь обновили демку, добавили много-много компаний, много-много новых уровней. Также, ребята, эта игра буквально меньше, чем через 2 месяца, 15 августа 2019 года, наконец-то выйдет в стиме. Да, ребят, уже прошло 2 года вот этих вот бета-демо-версий, и наконец-то, ребята, игра релизнется в стиме. Так что обязательно ждите ролик по ТТС, именно уже по релизнутой версии, да, когда она выйдет. Ну и да, друзья, давайте расскажу про новую эту демку, про обновленную, точнее. Демка вроде та же, это вроде демо 5, но при этом, ребята, ее обновили, причем очень-очень серьезно. Посмотрите, добавили Советский Союз, Британия, Франция, Германия, Польша и США. То есть это, ребята, все компании, и в каждой компании есть, ребята, вроде по одной главе. Мы сегодня будем играть за Советский Союз. Все-таки, да, друзья, сегодня 22 июня 2019 года. Вы знаете, что в этот день произошло, в 1941 году, да, друзья, немцы напали. Вот как раз так совпало, что у нас, в принципе, сегодня то же самое будет в этой игре. Вот, посмотрите, у нас, получается, зимняя, да, Советско-финская война недоступна. Она, ребята, будет при фулл-вершн, то есть когда игра выйдет. У нас, ребята, только доступна Великая Отечественная Война, Акт 2, с, получается, 6-го месяца, то есть с июня 41-го по август 43-го. Ну и остальные, ребята, акты тоже пока что недоступны. А, кстати, смотрите, 45-й и 46-й, серьезно? Это, я так понимаю, мы в Китае будем, нифига себе. Добро пожаловать в компанию, разверни могучую армию, измени ход войны, командир удачи. Так, у нас сейчас, ребята, получается, да, время приостановлено. Вот, смотрите, 41-й год, 22-й июня, час ночи. Так, тысячи у нас есть золота. Ну, в принципе, давайте начнем. Все, ребята, так, это обучение у нас. Я уже просто играл, я уже, ребята, немножко знаю. Вот, смотрите, немцы напали, 7 утра сейчас. Товарищ командир, немецкие войска пересекли наши границы. Они не знают, на что они решились. Не теряйте времени, соберите свое подразделение и защищайте нашу землю. Ну, товарищ Жуков, наши бронетанковые войска, может, лучше отступить и перегруппироваться. Молчите! Мы будем защищать нашу землю, пока на ней останется хоть один живой человек. Никакого отступления не будет. Понятно, товарищ командир? Вот, ребята, первый уровень называется Таураге. Миссия вторжения Германии. А вот, ребята, и первый левел. Давайте посмотрим, что у нас здесь вообще у немцев. ПЗ-2. Штуги, вон, я вижу. ПЗ-3. Потом, ребят, броневички. Артиллерия, ребят, точнее эти, ракетницы. СДК ФЗ-251 с ракетами. Да, ребят, это что-то типа аналог Катюши. Ну, в общем, как-то вот так вот они сделали. Прикольненько. Также, ребята, есть артиллерия. Самая настоящая гаубицы. Так, кладствуйте, да, посмотреть, что это там за артиллерия. Ну, в принципе, это, скорее всего, 105 миллиметров, да? Я думаю, это не 150, это 105. Обычная такая артиллерия немецкая. Так, давайте мы, ребят, сейчас выставим на 100 единиц. Получается, техники, пехоты и так далее. В общем, смотрите, друзья, ставим вот эти вот БТшки. Они обойдут, получается, к пушкам во фланг, да? Вот сюда вот потом в тыл и к танкам. И, в принципе, их уничтожат. Также им поставим на поддержку Т-34. То есть, мы будем, ребят, работать по разным флангам, да? Так, вот. КВ-1, ребят, давайте поставим всего. В охрану ему также, ребята, ставим. Давайте мы также поставим Катюшу одну или артиллерию. Потому что, ребят, артиллерия здесь реально решает, я помню. Артиллерия в этой игре. Ну, как, в принципе, и в жизни. Она, ребята, реально очень прям решает. Так, тут у нас пехота. Я думаю, в принципе, с пехотой они довольно-таки легко справятся. Так что давайте мы поставим, чтобы они пушки противотанковые атаковали. Так, а эти у нас, получается, тоже давайте отправятся, да? Танчики. Вот, атакуй. Атакуй. И они, ребят, пускай атакуют вот эти вот танки. Как-то вот так вот дальше. Все, ребята, война просто начинается. Оооо. У нас, кстати, немножко побольше, вы видите, сил, да? Совсем на немножечко. Небольшое, да, друзья, из преимущества. Но, в принципе, его можно, ребята, как бы и профукать. Если неправильно сейчас как-то мы отыграем. Хотя нет, я уже думаю, вряд ли, ребят, преимущество у нас довольно-таки такое вот серьезное. Так, давайте вот поиграем за Т-34. Вот, смотрите, я уже, ребята, вижу один панцер. Минус 149. Так. Все, он, ребята, уже просто минус. О, вижу, вижу вдали. Огонь. Попадание. Это мы, ребят, попали вроде по Катюше. Ооо, нифига себе. Эпик, ребята, вы это видели? Прямо к нам ракета летела. Ладно, давайте посмотрим за полем битвы, да? А, ну мы, в принципе, вообще, смотрите, на изи, ребят, все прорвали, всех убили. Вы серьезно? Остались, ребят, буквально противотанковые пушки. А нет, это даже артиллерия. Все, мы победили. Вы серьезно? Это было, ребят, очень прям простенько. Офигеть. Так, итоги. Ну, видите, правильно, главное все выставлять и артиллерию, и танки различные. То есть, ты чисто там поставил КВ, да? Их забили, потому что у них долгая перезарядка, или КВ-2. А еще также ставишь поддержку артиллерию, пехоту. В общем, это, ребят, игрушка. Раньше, я помню, демо-4, это чисто такой танковый был симулятор. Танки на танки, да и, в принципе, там особо и не парился. Ну, может, эти самолеты я еще ставил. Артиллерию я как-то редко пользовался. Здесь же, ребят, вы видите, здесь нужна и пехота, и артиллерия, и Катюши нужны. В общем, в принципе, ребята, довольно-таки круто сделано. Включаем время. Битва у нас, вот, ребят, вы видите, полным ходом идет. Мальчик, командир, немцы приближаются так быстро, потому что у них преимущество в авиации. Мы должны захватить или уничтожить все немецкие аэропорты. Сейчас, ребят, будет, типа, выбор, либо поиграть за авиацию, либо за танки. Я просто, я помню, я уже играл в прошлом году. Худякова, товарищ командир, и ваше будущее будет ярким. Ха-ха, даже дети знают, что вы выиграете войну с помощью танков, а не какими-то самолетами. Я решительно не согласен, товарищ Жуков. Разрешите мне показать, на что способны наши воздушные силы в битве. Так, я, ребята, давайте, наверное, поиграю все-таки за танки. Потому что я помню, я уже играл за самолеты в прошлом году, и в итоге я проиграл. Там просто реально очень сложно. То есть, там большинство именно авиации, да, преимущество авиации. Ладно, ладно, все, все, я понял, я понял, я понял, я понял. Это, конечно, сегодня прикольно сделано, но, ребята, давайте мы сами будем выбирать. Не надо тут мне говорить, что подумайте, не подумайте. Я думаю, все-таки, ребят, давайте поиграем за Жукова. Ну, точнее, не за Жукова, ну, типа, его миссию, так сказать, пройдем за танки. Потому что, ну, что-то, мне кажется, я же говорю, я играл уже в прошлом году за самолеты, я там проиграл. Я помню, там реально просто мясо какое-то. Вот, ребят, за танки, я уже, помню, тоже пробовал. Там намного легче. Главное, опять же, просто правильно более поставить нам оборону, да, или, наоборот, атаку. Так, о, кстати, смотрите, если мы пройдем айт-левел, мы, ребят, разблокируем КВ-2. А если это мы пройдем, то тоже, ребят, КВ-2. Ну, в принципе, я думаю, за танки будет легче. Я просто, ребят, не хочу проигрывать. Я думаю, за самолеты там надо что-то придумывать, париться. Так что давайте мы поиграем за танки. Так, вот, в принципе, ребята, и левел в этот раз прям все довольно-таки быстренько загрузилось. Все так же 100 единиц, только, ребят, теперь у нас побольше врагов. Теперь много пехоты, очень, ребята, много ракетиц, очень много артиллерии. Танков, кстати, не так уж, что и много. То есть, ребята, вы видите, в основном на артиллерии все держится. И аэродром. Аэродром, ребят, и зенитка. Я, кажется, знаю, что мы сейчас будем делать. Мы, ребят, сейчас будем бомбить. Да, ребят, мы сейчас будем просто бомбить вражеские аэродромы. Так что для этого нам, в принципе, ребят, нужны будут и лыи. Один як поставим для прикрытия. А подождите, а у нас же здесь... Нам яки даже, ребята, не нужны. Нам яки не нужны, вы понимаете? В чем вся фишка? Потому что это, я помню, аэродром с юнкерсами, 87-ми, со штуками. То есть, у них истребителей, я так понимаю, нету. Либо, возможно, я не знаю, просто, видите, то есть, у меня два аэродрома, да, можно поставить Ил-2, либо Як-1. То есть, с одного может залетать только один самолет. То есть, там то же самое. Либо там могут и истребители, и бомберы. Это, конечно, будет посложнее, если там вдруг окажутся еще и бомберы. Но вроде так не должно быть. Так, окей. Я думаю, просто на яки тратиться не будем, потому что, ну, это как бы занимает, ребят, очки. Очки важны. Нам нужно как бы еще позаботиться с танками, да, с пехотой, с артиллерией. Так что это, в принципе, ребят, все лишнее будет занимать очки. Давайте мы поставим... Так, БТ... Так, смотрите. Нам нужно как-то так прорваться, чтобы... К аэродрому, ребят. Надо к аэродрому прорываться. Так что идем чисто по одному флангу. Так, чтобы по минимуму, ребят, нас атаковал другой фланг. Артиллерии, вот эти вот всякие. Так, ладно. Тут сейчас, ребят, просто будет мясо, сразу говорю. Т-34 побольше. КВ-1 буквально, ребят, поставим, потому что он здесь бесполезный. Окей, все. Остальное, ребят, нужно на поддержку нам тоже как бы все поставить. Предлагаю, в общем, одну или... Да, я думаю, да, одну Катюшу. И давайте мы поставим две артиллерии. Зенит очки давайте обязательно, ребята, поставим, потому что, ну, вы сами понимаете, у врагов есть как бы авиация. Так, давайте пехоты немножко так же. Пехоту давайте мы поставим где-нибудь сзади. То есть они будут в качестве прикрытия. Все, начинаем. Так, теперь нужно, ребята, все выделить нам правильно. Так, атакуй. Захвати. Во, во, это то, что мне, ребята, надо. Нам нужно захватить вражеский аэродром. То есть... А почему? Почему он не хочет? Ну, я же поставил. Заказы. Ну. Ну ладно, давайте еще разочек. Видимо, я что-то не то выбрал. Почему они как-то странно? Стоп, стоп, выбираются. Пушки даже выбирают. Ладно, вот эти давайте, передние у нас чисто будут атаковать. Атаковать. Вот, ребят, чисто они... Ай, подождите, можно захватить же. Все правильно, вот. То есть атакуй, захвати. И вот, вот, во, работает, да. Так, вот эти у нас давайте пойдут... Атакуй, атакуй, вот сюда. Нет, давайте они вот сюда вот попрут. Так. Ну и, в принципе, я думаю, дальше там они разберутся. Все, ребят, начинаем. Силы сторон немножко побольше у немцев. Надеюсь, мы, ребята, выиграем. Если что, уровень можно, ребят, переигрывать вроде 2-3 раза. Так что, в принципе, ничего страшного. Так, все-таки надо было, ребята, поставить нам побольше, наверное, ребят, самолетов, да, авиации. Хотя странно, мы как бы, ребят, играем уровень за танки, а в итоге все равно пользуемся авиацией. Очень, ребят, все как-то странно. Так, давайте, захватите вот это главное. Ох, тут у нас, ребят, прорвался. Мы сейчас, ребят, получается, уничтожим сначала правый фланг, но потом левым, я думаю, мы займемся. Так, стреляйте, стреляйте, стреляйте. О, ребят, смотрите, артиллерия, конечно, хреначит просто по жести. Не зря мы ее, ребята, поставили. Точнее, Катюши наши. О, просто разрываем, смотрите. Капец. Преимущество у нас, ребят, все-таки, да, и в артиллерии, и в авиации, это очень-очень круто. Капец, что мы просто творим? Так, кстати, наши так и не прорвались, ребят, к аэродрому. Это плохо, это очень, ребята, плохо. Стреляйте, стреляйте, давайте, давайте. Эта штука уже, ребят, поврежден, он на починке. Его сейчас добьют, все, ребята, его добили. Теперь артиллерию нам нужно срочно уничтожить и захватить аэродром. И мы, ребят, в принципе, таким образом просто на изичах победим. Да, довольно-таки, ребят, кстати, неплохая такая тактика. Давайте, 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 захватывайте. Захватывайте, а не стреляйте. А я не помню, как захватывать. Надо сесть, что ли, на него. Давайте вот возьмем один самолет. Подожди, а, ну стой, 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 стой. О, во. Давайте мы, ребят, да, возьмем вот так вот один самолет и... А как садиться, я реально не знаю. Просто давайте попробуем, не знаю, что получится. О, самолет приземлился. И мы уничтожили его, вы понимаете? Ну, в принципе, ладно. Зато мы, ребят, победили. В принципе, это было очень легко, вы видели. Опять же, первый левел мы вообще прошли буквально за 10 секунд. Это, в принципе, ребята, тоже. Так, а что остается? Вражеская авиация, да? Или что? Да, ребят, вражеская авиация. Надо было вот яки поставить. А села, мы можем стрелять? Пулемет, задний только. А, все, ребят, мы прошли. Ладно, ничего не было сложного. Итоги. Прямо как-то проходится пока что, ребята, уровней просто на раз, два, три. Победа. Ну, в принципе, да, мы это много тут всего уничтожили. Давай, 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 пропустить это все. Тут, ребята, у нас потери. БТ-шек мы все потеряли. Т-34 тоже все потеряли. КВ мы так, ребята, не потеряли. Да, довольно-таки, друзья, серьезные потери. Но зато мы победили. Немцы зато, ребят, все, потеряли. Дальше. О-о-о. Нам не нужны никакие воздушные силы, когда у нас есть вы, товарищ командир. Ага, только я победил именно самолетами. То есть вы видели, наши, ребят, самолет-то реально зарешали. Точнее, нет. Точнее, нет, ребят. Мы артиллерии победили. Мы победили и не самолетами, и не танками. У нас танки все умерли. Там, КВ-1 только остался, и то он бы ничего не сделал. Если бы, ребят, не артиллерия, если бы не авиация, в принципе, мы бы проиграли. Так что это не так. Ладно, следующий левел давайте. И, в принципе, давайте на этом мы уже будем сегодня заканчивать. То есть, да, я буду, ребят, проходить кампанию. Мы пройдем эту всю кампанию до 43-го года. Это сколько, кстати, ребят, здесь битв будет? О, рассиняй, серьезно. Я думаю, все знают, что такое рассиняй. Все, погнали, рассиняй. Рассиняйское сражение. Так, ну вот, кстати, ребят, в принципе, немцы сейчас столкнутся вроде самыми-самыми первыми КВ. Ну да, в первые дни войны они столкнулись с ними и реально офигели. Именно от КВ-1. КВ-2, конечно, тоже, но не так сильно, потому что, ну, вы знаете, КВ-2 огромный такой сарай неповоротливый. КВ-1 тоже, но, так сказать, КВ-1 и КВ-2, они по-разному применялись. КВ-2 это, можно сказать, штурмовое орудие, а КВ-1 это танк прорыва. Ну, как бы и то, и то тоже могло и так, и так использоваться, хотя КВ-1-ка штурмовое вряд ли, но ладно. Так, что у нас здесь, нифига себе, а что так много, это что за рассеиней такой, я не понял. Нифига себе, ребят, рассеиняй, блин, с бункерами, с аэродромами, рассеиняй, там, один КВ, блин, расстрелял, что-то, 20, по-моему, танков или 15. И там, грузовики, пехоту и так далее, и тому подобное. А здесь какая-то просто, ребят, уже Курская, блин, битва. Даже бункеры какие-то. Как-то странно, ну ладно. Так, что это за аэродромы, как вообще они различаются, это бомберы или это истребители? Как бы мне, ребят, их различить? Ну ладно, даже так будет сложнее. Так, у нас зенитки есть, броневики, штуги и, в принципе, ага, мы, кстати, не закупились, да, ничего? А, нет, кстати, у нас, ребят, а, у нас же все сохранилось, точно, мы же ничего не потеряли. Так, пехота, поддержка. Надо, в общем, сначала нам расстрелять все бункеры, я помню, бункеры довольно-таки мощные, да? У нас, кстати, есть один бункер. Мины также, ребята, есть. Есть раки. Давайте, вот, Катюш поставим побольше, потому что они прям накроют. Также мы, артиллерии, короче, ребята, решает все артиллерия. Нет, эту мы слишком далеко как-то поставили. Вот сюда вот. Три штуки ставим. Даже вот сюда давайте. А, нет, подождите, они из-за холма не смогут бить. Да, придется. Неудобное, ребят, расположение, очень прям неудобное. Ладно, пробуем, еще потом переиграем этот уровень, да, там можно переигрывать. Теперь ставим... Так, вообще, что нам надо делать? Надо по левому, ребят, наверное, флангу нам пробиваться, да? Потому что через бункер будет очень опасно. Ставим здесь БТ-шек побольше. Все БТ-шки мы, кстати, поставили. Т-34. КВ-1, да... Нет, даже у нас КВ-2 даже есть. Ого! Давайте один КВ-2 поставим. Так, ну и пехоту надо, не надо, я не знаю. Так, что-то еще надо поставить обязательно. А, ну естественно, вот, Илы. Ага, не хватает. Давайте тогда уберем, наверное, мы один КВ или один Т-34. Вот, окей. И, ребят, Ил мы ставим. Надеюсь, там не будет у нас истребителей. Потому что это очень будет плохо. Прям максимально, ребята, будет плохо. Ладно, давайте попробуем. Я просто не знаю вообще, ребята, этот уровень. Я еще на нем никогда не играл. Так, атакуй, атакуй. И пускай они атакуют. Ну, приблизительно, давайте они будут атаковать вот эту вот зону. А остальные, я думаю, разберутся. Все, погнали. Катюши, что там, они вообще будут попадать или нет? О, кстати, спокойно так они, ребят, попадают. Я заметил, ребят, Катюши, они просто отлично работают против пехоты. Ну, это, в принципе, банально. Но, вот, ребят, в этой игре прям просто против Катюши пехота вообще не выживает. Так, 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 давайте, давайте, прикрывайте. О, ребята, мясо. У них истребители. Они еще и захватили наш. Ой, все, это, ребят, ГГ. Это ГГ, да. Я не знал просто то, что там есть истребитель. Ну, я откуда знал? Мы даже зениток не поставили. Ладно, переиграем. Немцы уже, ребята, имеют просто огромнейшее преимущество. А сейчас, короче, мы прощупаем этот уровень и переиграем обязательно его. Потому что здесь чисто у них... А, у них, ребят, чисто истребители. Так, ну, вообще тогда не надо было бомберы ставить. Это я, ребят, тупанул. И у них теперь есть, ребята, наши Иллы. Офигеть, конечно. Молодец я. Не-не-не-не-не-не-не. Тут, ребята, надо переиграть. А переиграть никак не пока что нельзя. То есть нужно сначала проиграть, чтобы переиграть. Ладно, теперь хотя бы будем знать. Катюш у нас на перезарядке. Артиллерия наша, ребят, хреначит прям по нашему же аэродрому. Очень прям все плохо. Но, увы, ребят, как-то вот так вот. О, КВ-2, нифига себе. Ну, его подбивают. Ну, ребят, КВ-2, опять же, он бесполезный здесь. В таком мясе он бесполезный. Да, он может сваншотить вражеский танк. Но при этом много врагов. Слишком их много. По 10, по 20 танков. Ладно, в принципе, да. Мы проиграли. В общем, да, друзья, вот такая вот игрушка. Давайте мы продолжим следующую серию. Я правда не знаю, почему-то здесь, ребят, я так понимаю, прогресс не сохраняется. Потому что я уже какой раз здесь пробую играть дальше. Но у меня, ребят, ничего не сохраняется. Так что, так что, либо мне придется до серии опять проиграть эти уровни. Ну, именно проиграть в плане поиграть их, да, и пройти их. Ну, либо проиграть же. Вот. И продолжить. Либо, 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 ребят, мы просто будем другие кампании проходить. В общем, все, разберемся. Ждем, ребят, релиз Total Dung Simulator уже 15 августа. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, пока, пока. Пока.